Друзья, я вновь нахожусь у стена компании Zota и, к счастью, выдалась свободная минутка и я смог подойти к котлам Zota Master X. Это новинка этого сезона. Очень интересные внешние котлы. Посмотрим, насколько они внутри интересные. Давайте их детально рассмотрим. Зота Master X. Это новая линейка котлов от компании Zota, которая находится как здесь на выставке между линейками Zota Topol VK и уже хорошо знакомой линейкой Zota Yenisei. Сейчас на выставке представлены только две модели из довольно большой линейки. Это Zota Master X 25P и Zota Master X 18P. P в названии означает наличие варочной плиты. Всего в линейке 5 моделей. 12P, 14P, 18P, 20P, 25P и 32P. Соответственно, цифровой индекс говорит нам о мощности в киловаттах этого котла. Конечно, очень интересный внешний вид. Большие размеры, большие дверцы. Все очень большое в этом котле. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Просто невероятных размеров дверца, наклонная, в открытом состоянии. Она из-за понятных причин, из-за гравитации, не закрывается обратно. И внутри котла мы видим по всей нижней поверхности расположены чугунные колосники. На задней стенке есть каналы подачи воздуха для дожига. И верхняя часть. Непосредственная часть теплообменника, которая отвечает за отбор тепла при выходе дымовых газов. Давайте мы ее сейчас откроем. Поворотная створка. Створка защитная. Движение вверх, движение вниз. И вот эта защитная профилированная деталь легко извлекается. Здесь видно, что по сути уходящие дымовые газы упираются вверх. Идут вдоль вот этого теплообменника по бокам слева и справа ударяются в эту пластину, которую я только что демонтировал. Отдают часть энергии плите нагревая ее и выходят непосредственно на выход дымохода. Выход дымохода у этих котлов мощностью до 20 кВт 120 диаметра. У котлов мощностью до 20 кВт диаметра дымохода 120 мм. У котлов постарше выход дымохода 150 мм. То есть, в принципе, можно подобрать довольно бюджетный дымоход для котлов любой мощности. предельно простая, но в то же время очень эффективная топка у К2 Zota Master X. Вернем на место защитную створку. Топка у него очень глубокая. можно использовать как дрова, так и уголь. На угле котел максимальной мощностью 32 кВт может проработать на одной закладке до 13 часов. Очень хороший показатель для такого недорогого, относительно недорогого котла. Внешние детали, конечно же, все выполнены очень четко. Очень красивый котел. Ящик зольника. Давайте к нему подберемся. Вот подарочки азоты. Это заглушки. И ящик зольника очень большой. То есть, действительно, на одну протопку его точно хватит, а то и больше. Поворотная створка, которая регулирует подачу воздуха в колосниковую зону. Можно ее управлять как механически, так и используя регулятор тяги, который устанавливается в специальный штуцер на левой стороне этого котла. Боковые поверхности котла окрашены очень элегантный серый цвет. Сверху они закреплены черными саморезами на верхней панели. Под и панелью спрятана чугунная плита. Вот. Мы видим как раз вот этот верхний пламятбойник, который я только что снимал. Здесь как раз происходит завихрение дымовых газов и они возвращаются, уходя в трубу. На верхней крышке установлен термометр, который показывает актуальную температуру теплоносителя в котле и патрубок для подключения подачи теплоносителя в систему. На правом боку котла установлена заглушка в нижней части, вместо которой можно установить тен, докупив его отдельно. Здесь же на задней панели находится патрубок для слива теплоносителя и для подпитки котла и, естественно, патрубок для обратки. Вот так выглядит котел сзади. Очень простая, но в то же время эффективная конструкция. Ну что ж, друзья, будем с нетерпением ждать, когда в магазинах Форнакс и на сайте форнакс.ру появятся эти котлы. Для того, чтобы вы были в курсе актуальных новинок, подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на канал Форнакс Филм. Как только они появятся у нас в магазине, мы сразу же проинформируем вас, сообщим актуальные цены на эти котлы и ждем вас в гости. Продолжение следует...